Всем здорова дорогие друзья, с вами Даваска и на моем канале сейчас 199 513 подписчиков. У меня к вам предложение. Вы пишите ID в комментариях и я выбираю человека, которому задаю не одно пополнение, чтобы он забрал сетенку. Но, если до 0.00 по Москве на моем канале будет ровно 200 тысяч подписчиков, то я задаю не одному, а большему количеству людей. Поэтому все в ваших руках. Кто смотрит без подписки и кто хочет получить сетенку, подписывайтесь на канал, также ставьте лайк этому видео. Да и вообще подпишитесь на канал, потому что мой контент уникальный и никто другой больше такого не делает. В общем, в этом видосе я покажу вам, как мои обычные сеты, в которых я играю на мужика, за мужика, они будут смотреться как они будут смотреться на женском персонаже. Эта рубрика у меня очень популярна в тиктоке, которая собирает сотни тысяч просмотров. И меня в тиктоке попросили вывести ее на ютуб. Все ради вас. Всем приятного просмотра, кто кушает, у приятного аппетита. Погнали! Ну и для начала, это мой один из известных и популярных сетов, которые все знают. И давайте я его повторю на женском персонаже. То есть, мне нужна блондинистая причесочка такая, ну, в принципе, ну, подойдет или вот это, или... А другой, в принципе, блондинистый. У меня на девушку нету, поэтому давайте оставим ее. Нужна маска, но самая нормальная маска это вот это и вот это. Давайте оставим ее. Торс нужен бандита. Он у нас, вот он. Штанишки нужны ангела. Они у меня тоже на девушку имеются. Вот эти штанишки и кедосы тупо белые получаются. Где они? Вот, чисто белые кроссы. Вот так бы мой официальный мужской сет выглядел на девушку. Но, все вы помните, что у меня есть еще один неплохой сет, в котором вы меня частенько замечаете. Иногда я одеваю вот эту прическу и вот эти тикросы. И получается вот такой прикольный чистый черный сет. Мы его тоже соберем на девушку. Получается, мы одеваем сюда вот эту прическу. В принципе, сюда подойдет вот эта. А давайте-ка даже вот эту оставим. И одеваем ангельские вот эти кроссы. В принципе, тоже получается вполне себе играбельный сет, который прям мне нравится. Серьезно. Вот этот сет мне нравится. Только, наверное, я бы обыл сюда кроссы техника. Как по мне, они здесь смотрятся лучше. Также, мой, наверное, официальнейший сет, в котором я играю, который у меня стоит на аватарках в инстаграме, в тиктоке. Скоро я его поставлю на ютуб. Мне рисовали арты с ним. Это сет с уругвайской футболкой. Это, наверное, мой самый-самый-самый узнаваемый сет. Именно вот по этому сету меня узнают подписчики. Потому что, ну, я соглашусь, что довольно-таки много людей играет в подобном. Но моя вот эта прическа, это мой сетиль. Потому что я в жизни не блондин. И я собрал вот такой вот мужской сетик. Соответственно, его мы сейчас тоже повторим на женском персонаже. Одеваем, опять же, нашу блондинистую причесочку. А масочку оставляем эту же. Футболочку одеваем. Уругвайскую футболочку. И кедосы тоже чисто белые. Тоже чисто белые. Вот так бы мой официальный сет выглядел на женском персонаже. Прикольно, красиво, симпатично. И мне нравится. В принципе, классика. И практически ничего не изменилось. Также я хочу вам показать мои любимые сеты, которые я собирал на мужском персонаже. И которые я бы тоже хотел протестировать, как смотрится на женском. Получается, мы одеваем причесочку со второго тайного. Маска нам нужна. Королевская бандана. Королевская бандана. Так, она у нас идет чутка ниже. Чутка ниже, где она у нас? Королевская бандана. В смысле? Не помню. Вот. Королевская бандана. Потом нужен второй пропуск. Штанишки нужны с маской на поясе. Они у нас... Или выше они? Где-то тут, где-то тут. Вот они. И кроссовочки нужны оранжевые. Я очень долго играл в подобном сете. Многие сейчасные ютуберы, тиктокеры взяли, например, со меня и играют в таком сете. Вообще он офигенный. Очень круто сочетается. Его мы сейчас тоже повторим на женском персонаже. Получается, опять нужна причесочка черная. Вот эта бандана королевская. Она будет чутка выше. Второй пропуск. Он легендарный. Штанишки нужны. Те же самые с маской на поясе. И кроссовочку оранжевые. Где они у нас? Вот они. Вот такой сет. Очень топовый. Очень крутой. Мне очень нравится. Также я хочу вам показать сет на девушку, который мне нравится. И его я хочу повторить на мужике. На мужском персонаже чисто ради интереса. Получается, вот эта маска. Футболка нужна. Футбольная белая с красной полосочкой. Я довольно-таки часто... Ну, не часто. Некоторые люди, где меня видели в подобном сете. И, ну, вы восхищали. Или что ли, я не знаю. Вот такой сет. Я не помню, когда я его собирал. Возможно, я увидел, делал что-то похожее. Но что-то похожее я был лову такое. И шлем костлявой наездницы. И было неплохо. Но у меня все-таки идет вот такой вот сетик. С футбольной футболочкой. Он симпатичный, нормальный. И, в принципе, все. И давайте попробуем его повторить на мужском персонаже. Мы оденем маску с первого пропуска. Футболочка нужна вот эта. Шорт. Таких на мужика нету. Поэтому давайте оденем просто чисто белые футбольные шорты. И кроссы, опять же, вот эти красные. Честно вам скажу, это прямо неплохой играбельный сет. Но сюда лучше одеть джазовые кроссы. И вот такой сет вполне себе неплохой. Симпатичный. И мне, в принципе, он тоже нравится. Также, кстати, я вспомнил, что у нас с Гучиком есть наш общий, или не общий сетик, который тоже, в принципе, неплохой. В котором мы вместе играли до его ухода в армейку. Получается, он играл в таком сете, а я играл вот в таком сете. Вот. И давайте оба эти сета посмотрим, как они смотрятся на женском персонаже. Получается, нам нужна испанская футболочка, черрасная вот эта. А кроссы, обычные белые кедосы. Кедосы вот эти. И сюда оденем сначала штанишку ангела. Вот такой сетик, в принципе, тоже играбельный, неплохой. И также оденем обычные пуховые штанишку, которые тоже нормальные смотрятся. В принципе, неплохо. Но если одеться как-нибудь вот так вот, то, в принципе, тоже будет неплохо смотреться. Или как-нибудь вот так вот, симпатично. И последний сет на сегодня. Это мой мужской сет, в котором я отыграл довольно-таки долгое время. Олды мои, вы обязаны его вспомнить. Моя блондинистая прическа. Потом идет маска с инкубатора Иньянь. Потом красный торс с джекпота. С джекпота вот этот. А кроссы, кроссы подумаем. Штани, да, штани. Штанов, в принципе, сюда много какие и подходят. Штаны Алока. Потом, где они? Вот эти штаны с тайного. И штаны с маской Е на поясе. Я же оставлю вот эти, потому что ни штанов Алока, ни штанов с тайного. А на девушку у меня нету. Кроссы. Раньше я играл в, получается, оранжевых кроссовках. Вот в этих. Но согласитесь, это такое себе. И когда недавно добавили, ну, относительно недавно добавили набор Аморгенштерна, то я играл в вот таком сете или же Дэнни. Вот в вот таком сете. Вот этот вообще офигенный и очень много кому зашел. Давайте попробуем что-то подобное повторить на женском персонаже. Я думаю, что у нас даже если и получится, то получится это криво и косо. Потому что вот все, что было до этого и на мужчине, и на женщине смотрелось офигенно и красиво. Но как смотреться будет вот это, честно вам скажу, я не знаю. У нас же вот этот, да, торс. Он, во-первых, ходит с самотнёй. И я хз, как он будет смотреться вообще. Так, штанишки давайте одеваем вот эти. Они уже, в принципе, подходят. И кроссовочки, я не знаю, даже можно одеть вот эти оранжевые и забить. Нормальные. А, может быть, черрасные какие-нибудь вот такие. Тупо белые кеды всегда есть вариант табуть. Вот эти, тупо желтые, нет. Просто техника, в принципе, вот тут нормально смотрится. Но, конечно, максимально лично на мне хочется заменить торс. Одеть какой-нибудь другой. Давайте посмотрим, что насчет штанов. Может быть, просто сменим штанишку. И будет прям нормально смотреться. Это, в принципе, по сочетанию её нормальные, но по форме это дичь. Потом какие-нибудь красные наподобие вот этих. Такие леггинсы, не леггинсы. Это кто? Это обменник. Потом что ещё? О, вот это, в принципе, ну, блин, я не знаю. Вот это нормальные, в принципе. Это один и тот же набор, да. Просто где у нас чёрно-красные штаны? Вот. Во! Кстати. Вот так нормальные только. О, обувь я бы одел. Да даже кросс-техника взять, оставить эти нормальные. А штанишку? О! Можно, кстати, с пиратского пропуска. Но я шёл к штанишкам вот с этого пропуска. Мне кажется, вот это шикарно. Вот это нормальные. Интересно. Но, конечно, можно оставить и вот эти штанишки и нормальные. В принципе, не, ну, мужской сет, вот этот, мужской сет с женским аналогом вообще не сравнится. А мужской шикарный. В общем, вот такой получился видос. Я показал все свои сеты, кроме одного. Потому что для моего олдовского сета нету костлявой наездницы. В принципе, сеты в этом видосе были необычные, интересные. И напишите в комментариях обязательно, как вам новая рубрика. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл. Кстати, кто остался, молодцы. Потому что, может быть, заделаем продолжение. Только я буду повторять ваши мужские сеты на женском персонаже. То есть, вы будете мне кидать скрины, а я буду собирать скрины мужского персонажа. А я буду собирать на женском. Или наоборот. В общем, как-нибудь вот так. А теперь реально. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok.